В Люберецком дворце культуры состоялся концерт писателя-сатирика Михаила Задорнова. Со сцены прозвучали новые монологи, которые артист подготовил во время многочисленных поездок по стране. Юморист встречается с люберчанами не впервые. Автор более 20 книг, лауреат премии «Овации» «Золотой теленок» приезжал в наш город еще в советские времена. С писателем поговорила наша съемочная группа. Своими визитами жители Люберецкого района Михаил Николаевич балует нечасто. Отсюда, возможно, и аншлаг. На концерт были проданы почти все билеты. В свою очередь, сатирик был уже готов к сложностям. Запомнились былые выступления в Люберцах. В советское время довольно тупая реакция была. Много было тех, кого называли слом пролетариат. А те, кто трудятся тяжело, у них и мысли тяжелые. И тяжело их раскачать было. Это я до сих пор запомнил и приехал сюда с таким ощущением, что и сегодня тоже будет не сразу хорошо. Хорошо будет, но не сразу. То есть надо раскачать публику? Согреть ее надо, да. А есть ли у вас такие монологи, которые вы, наверное, можете рассказывать и за рубежом, и в Подмосковье, и в далекой провинции, где поймут всегда и все? Ну, это общеполитические шутки на общеполитические темы и на общебутовые. Да, это везде одинаково. Например, Хиллери Клинтон обвиняет русских хакеров в том, что они взломали ее почту. Это не мы ответили русские хакеры с адреса Барака Обамы. Что интересно, Михаил Задорнов до сих пор помнит свой первый монолог, который он написал еще в 1975 году. Да, это письмо первокурсника на деревню родителям. Дорогие мама и папа, дедушка и бабушка, пишу вам, потому что очень по вам соскучился. Пришлите, пожалуйста, денег. Публика у Михаила Задорнова абсолютно разная. Его одинаково любят как в российской глубинке, так и за рубежом. Для сатирика самое главное – это понимание зрителя. Для него важно самовыражение. Если бы вы не были знаменитым сатириком, а кем бы вы могли бы быть? Что бы вам еще какое, какая деятельность также бы доставляла удовольствие? Ну, мне нравилось быть авиационным инженером. Я несколько лет работал в лаборатории, мне это нравилось. Я до сих пор иногда думаю, как было бы здорово сейчас на кафедре, тихо, спокойно, без суеты. Тогда на прекрасной ноте мы пожелаем чего-нибудь приятного? Желаем чаще смотреть мы концерты для того, чтобы иметь свое мнение. А не смотреть с утра, какое у них мнение, в зависимости от того, что там говорят наверху. И тогда человек свободно мыслит, а свободно мыслящий всегда радостней живет. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.